Первый канал и компания «Телеформат» представляют Детектив Игорь Лукин возвращался из командировки. Здравствуйте, пацаны! Будьте осторожны! С третьего пути отправляются в скорый поезд. Илья Сергеевич? Здравствуйте, не узнаете? Игорь, здравствуй! Ты откуда и куда? Да из Москвы возвращаюсь. Все, мотаюсь по делам. А вы какими судьбами в Привалово оказались? В командировке, что ли? Да нет. Игорь, а ты по-прежнему в милиции? Нет, уже уволился. У меня частное детективное агентство. Детективное агентство? Детектив. Ну что же, может быть, это даже и лучше. Вот что у меня к тебе есть дело. Что еще? Ехать нам еще прилично. Я в купе один прошу, спокойно поговорим. Согласен. В пассажире, севшем в поезд на станции Привалова, Лукин узнал своего бывшего тренера по альпинизму Илью Сергеевича Пескова. Повторяю, в горе боя с номер 98 отправляется с третьего пути. Игорь, я хочу, чтобы ты выяснил, что случилось с моей дочерью. А что с ней случилось? Год назад она вышла замуж за какого-то бездельника и стала Родионовой. Этот ее муж нигде не работал и надеялся безбедно существовать на мои деньги. Ну, а вы, естественно. Я заблокировал ее банковскую карту и сказал, чтобы она убиралась из моего дома. Узнаю ваш крутой нрав, но выгнать родную дочь из дома – это не перегиб? Я ее не выгонял. Это ее решение. У нее характер тоже был непростой. Она росла без матери. Моя жена умерла, когда Анне было пять лет. Да-да, я помню. Вы же дочь воспитывали один. Плохо, видать, воспитывал. Наверное, я виноват. Времени мало уделял, не баловал. Так что, с тех пор вы больше дочь не видели? Нет. Я поначалу злился. Потом решил, что она одумается и вернется. Потом поехал в Америку по делам бизнеса. Когда вернулся вот неделю назад, начал ее разыскивать и выяснил, что прошлой зимой она уехала из города и жила здесь, в Кривалово, с этим бездельником. А потом в августе... Что случилось в августе? Она утонула. А это скотина. Ее муж даже не сообщил. Это, конечно, все ужасно, но я не совсем понимаю, что вы от меня хотите. Вчера я встречался со следователем, который занимался проверкой факта смерти. Он сказал, что это был несчастный случай. А в несчастный случай вы не верите. У нее же разряд по плаванию был. Она еще когда в школе училась, первые места занимала. Но не могла она просто так и утонуть. Понимаю. Вот что, Илья Сергеевич. Я возьмусь за это дело. Попробую выяснить настоящее обстоятельство происшествия. Но мне нужна будет кое-какая информация. На следующий день Игорь Петрович ввел своих помощников в курс нового дела. Песков сам не верит в несчастный случай. Вообще во всем винит мужа дочери. Это некто Олег Родионов, 80-го года рождения. Безработный проживает город Привалово, улица Пришвина, дом 13, квартира 21. В общем, я в Привалово. Ну, конечно. А нам опять ковыряться в базах и собирать информацию, да? Ускокота, Игорь Петрович. Ну, хорошо, собирайся. Поедешь со мной. В дороге мне помощник всегда пригодится. Опять дискриминация по половому признаку? Ты не переживай. Может, там и расследовать-то нечего. Я тебя в машине жду. Да и, кстати, Кать, было бы неплохо, если бы ты пирожков напекла путником в дорогу. Да, только тесто поставлю. Ну вот, кажется, приехали. Игорь Петрович, а может, я с ним поговорю? Но мы все-таки одного возраста, и легче будет его разговаривать. Да и потом, вы же знаете, у меня способности выводить людей на чистую воду. Что-то ты прям сегодня в бой рвешься, а? Нет, если способность, тогда, конечно. Давай, иди поговори. Олег, Родионов, мы можем поговорить? Ты можешь, ты можешь. А я нет. Да погоди ты, послушай. Я частный детектив. Хочу поговорить о твоей жене. Чего не говорить? Нету ее, нету. Утонула, как бедняжка Офелия. Ты, сыщик, слыхал про Офелию? Нет? Ну иди отсюда. Подожди. Послушай, Офелия, говоришь, в том смысле, что сама утопилась, да? Так вот, у нас тоже есть подозрение, что это не несчастный случай. Милиция дело закрыла, и все. Ну, ну что, не получилось разговора, в квартиру он меня не пустил, да и вообще, похоже, неделю не просыхает и еле языком ворочает. Да, тяжелый случай. Слушай, Рома, я здесь за углом палатку видел? Давай, иду туда, бутылок пять пива возьми. Смышленый ты наш. Да, Кать, что удалось выяснить? Катя рассказала, что Олег Родионов неоднократно привлекался за употребление наркотиков. Ну, хорошо, будь на связи. Олег? Ну да. О! Поговорить надо. Еще один сыщик. У вас тут что, гнездо? Ну так поговорим? Поговорим. О чем говорить будем? О, женя, я твоей. Поздновато будет. Аня, говори. Она бросила меня, а я ее любил. Любил как... Это не важно. Ты все равно не поймешь. Когда она тебя бросила? Давно. Еще весной. А летом, представляешь, приходят менты и заявляют, что она утонула. Я знал, что этот бугай ее убьет. Так, стоп. Что за бугай? Во-первых. Во-вторых, давай-ка подробно с того места, когда перед вами дверь захлопнул Песков. Ну да. Папашка ее выгнал родную дочь на улицу. И пришлось ехать сюда. В эту дыру. То есть, пардон на малую родину. А здесь-то работы нормальной нет. Ну, устроились официантами в ресторан у Эдика. Два месяца вроде все было all good. Нормально. Ей даже нравилось. Ну, а потом нас оттуда выкинули. За что же вас оттуда выгнали? Мне заявили, что я обсчитал клиента. А Аньке фишки в карман подбросили. Фишки? Там что же, казино, что ли? Есть там левый зал с рулеткой и столами. Ну, ну, потом что было? Вот сидели, покуковали. И Анька сказала, что ей надо съездить в одно место. Уехала на два дня. Вернулась с деньгами. В общем, начала уезжать. Раз где-то в две недели. И возвращалась всегда с бабками. Она что же, проституцией, что ли, занялась? А я не спрашивал. Что ты на меня смотришь? Осуждаешь? Да, я тряпка. И мне тебе, если честно, все равно, откуда деньги. А что этот за парень, которым она ушла, ты знаешь? Знаю. Баринов Сергей. Где его найти? У него кафе на южной окраине. Ну, давай, лечись. Ну что, поехали дальше? А что Родионов? Родионов говорит, что жена полгода назад от него ушла к другому. Вот это в другом мы с тобой и навести. По дороге в кафе Лукин позвонил своей помощнице и поручил ей собрать информацию о Сергее Баринове. Ну, значит, так, познакомились мы где-то полгода назад. Я ехал на машине, она голосовала. Пока ехали, разговорились. Я оставил ей свой номер телефона. Где-то через неделю она мне перезвонила, спросила, как дела. И попросила, чтобы я взял ее на работу. Хорошо, взял ее на работу дальше. То есть деловые отношения и ничего личного? Ну, нет, конечно. Она рассказала мне про своего мужа, сказала, что уходит от него. Я помог ей снять квартиру. Ну, там мы встречались. Ну, если все было так замечательно, почему вы расстались? Понимаете, по выходным она куда-то пропадала. Я проследил за ней. Она приехала в коттеджный поселок, в какой-то особняк. Она не сказала, что она делала в этом доме, чей это дом? Она сказала, что она свободный человек, что она хочет жить своей свободной жизнью. Я неприятно, что я за ней слежу. Она сказала, что уходит от меня, немножко разозлился. И назвал ее проституткой. Высадил из машины и больше мы не видели. Вы можете сказать, где этот дом находится? Так, это поселок Пруды, дом 6. Скажите, 19 августа, в районе 18 часов, вы где были? Помните? Конечно, помню. У меня жена рожала, была в роддоме. Я весь день провел с ней. Можете проверить, роддом номер 2. Непременно проверим. Спасибо. К детективу Игоря Лукино обратился его старый знакомый Илья Песков. Три месяца назад его дочь Анна утонула, купаясь в реке. Отец не верит, что это произошло случайно и просит Лукина найти виновного в смерти дочери. Ну и как? Вы ему верите, Игорь Петрович? Да по поводу жены он вряд ли будет врать. Это же легко проверить. Да, Катя, что там у тебя? Игорь Петрович, вот что удалось выяснить. Баринов Сергей, 80-го года рождения, уроженец города Привалова. Учился, женился, не привлекался. Он владелец кафе «Утюг». Точнее, совладелец. Владелец его жена, Ольга Баринова. Она 82-го года рождения, уроженка города Привалова. В настоящее время она дома ухаживает за трехмесячным ребенком. Значит, под боком молоденькая девочка в поисках идеала, а дома беременная жена. А жена вполне могла узнать про любовницу. Ведь та же работала у него в кафе официанткой. А там много языков и глаз. В общем, Катя, тебе тоже нашлась работа. Проезжай к Привалово, узнай в роддоме, когда конкретно рожала Баринова и где в это время был ее муж. А потом Рому сменю. И пирожков привези. Значит, Рома, оставайся здесь. Продолжай наблюдать за Барином. А я попробую ознакомиться с материалами дела. Через два часа Катя приехала в Привалово. Привет. Как забралась-то? Давай скорее пирожки, я с голоду убираю. Какие пирожки? Я сюда сломяк голову летела. Ладно, на тебе пирожки. Не забудь спасибо сказать. Успела заехать в придорожную забегаловку. А вообще-то я тебя удивляюсь. Ты сидишь напротив кафе и голодна. Вот как раз за хозяином этого кафе я и наблюдаю. Спасибо. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. И вам. Голодна тетка. Как это жрать вообще можно? А, гадость такая. Ну что, поговорил я со следователем, который разбирался с этим делом. Следов насильственной смерти не обнаружено. В крови следы алкоголя и наркотиков растительного происхождения. Ну, в общем, картина примерно такая. Была жара, девица курнула, как говорится, выпила, пошла освежиться, и вот результат. Сумочка, одежда и даже телефон остались на берегу, все цело. Так что ограбление они исключили. Ну, в общем, возбуждение уголовного дела, отказано. Что там, Баринов? Пока ничего криминального. Звонил пару раз? Ну, похоже, жене. Зато я выяснил, кто хозяин дома. Некто Скоков Иван Павлович, 1950 года рождения. Есть сын, Скоков Степан Иванович, 1986 года рождения. Живет отдельно по улице Стахановцев, 12, квартира 7. Вот, а на жену никакой информации нет. У тебя что? Ну, похоже, у Бариных действительно есть альба. 19 августа они с самого утра были в роддоме. Ольга рожала, ну, а Сергей был рядом с ней, так что вряд ли они могли приложить руку к этому делу. Если, конечно, не наняли никого. Понятно. Ладно, Кать, ты пока оставайся здесь, продолжай наблюдение. Рома, мы с тобой в поселок Пруды. Не застав Ивана Скокова в поселке Пруды, Лукин приехал домой к его сыну Степану. Разыскиваю вашего отца по очень важному делу. Заезжал к нему домой, а его дома не оказалось. А папа две недели как в больнице. Он после инфаркта никак не может восстановиться. Он каждый месяц туда попадает. Очень жаль. Ну, кстати, завтра его выписывают. Ну, как-то неудобно человекам беспокоить в таком состоянии. Может, вы мне поможете? А чем? Скажите, вы не знаете Анну Пескову, а по мужу Родионову? Аню? Да, конечно, мы знакомы с ней с детства. Наши отцы когда-то вместе работали, и мы часто довольно с ней общались. Ну, в последнее время, оказывается, она часто посещала вашего отца. Вы ее видели? Да, я видел ее пару раз. Она пропадала лет на десять, а потом недавно появилась. По-моему, отец помогал ей материально. Скажите, а вы когда ее последний раз видели? Точно не помню, но это было летом. Незадолго до того, как это все произошло. Мне отец рассказывал, он прочитал в газете, в тревожной хронике. Он очень расстраивался, переживал. А я ее видел, по-моему, за неделю до этого. А зачем вы интересуетесь Анной? Да ее отец считает, что это не несчастный случай. А что же тогда? Пока не знаю. Разберемся. А вам спасибо. До свидания. Сколько ты хочешь? Сколько? Слушай, тебе не кажется, что мне скоро дешевле будет тебя убить? Хорошо. Ладно. Через час в сквере у автовокзала. Давай. Игорь Петрович, Баринову кто-то позвонил, видимо, с целью шантажа. Он договорился о встрече через час в сквере у автовокзала. Ну, давай следуй за ним. Мы тоже скоро подтянемся. Постарайся ему прослушку подсунуть. Поняла. Ну, черт, девушка, что вы здесь делаете? Что случилось? Ой, да тут перед входом ямы я споткнулась и упала. Вот, видите? Вы не знаете, кто хозяин этой харчины? Нет, не знаю. Давай я тебе помогу. Спасибо большое. Пожалуйста. Привет. Привет. Мы договаривались, что твоя жена не узнает про девчонку. Но это была та девчонка. А про это мы не договаривались, так что давай. Как ты ездил, успеваешь. Глазастый ты наш. Ты не боишься, что я тебе глазки твои могу и выколоть? Ты меня не пугай, мой напарник знает, где я и зачем. Так что Гайни и бабки разойдемся по-хорошему. Вот, возьми. Только учти папарацци, если ты еще ко мне с этим придешь, то я тебе твои фотографии, знаешь, куда засуну? Вместе с фотоаппаратом. Да ладно тебе, покой в семье дорогого стоит. Бывай. Все ясно. Этот барин еще тот ходок. К тому же трус. Боится, что его жена узнает о его похождениях. Да, но, похоже, к нашему делу это отношения не имеет. Если он регулярно платит шантажисту, то он наверняка бы не стал убивать любовницу ради сохранения тайны. Да это так. Остается, правда, еще его жена. Может, не зря он ее боится-то, а? Но в первую очередь надо поговорить со Скоковым старшим. На следующий день Игорь Петрович встретился с Иваном Скоковым и объяснил ему причину своего визита. Я знаю, что Анна в последнее время часто бывала в вашем доме. Надеюсь, что вы мне поможете в моем расследовании. Присаживайтесь. Это долгая история. Жили-были два друга. Илья Песков и ваш покорный слуга Иван Скоков. Был у нас общий бизнес. Были мы влюблены в одну девушку. Машу Пугачеву. Он считался ее женихом, а я... Другом. Мы всегда ходили все вместе, втроем везде появлялись. Однажды после ночной вечеринки я повез Машу домой. И остался у нее до утра. Вот так сложилась эта история. А через два месяца Маша вышла замуж за Илью. Ну-ну. И дальше что было? Потом Маша сказала мне, что ждет ребенка от меня. Так почему же вы на ней не женились? Я хотел этого, но поймите, Илья был моим другом, и Маша сказала, что не может так поступить с Ильей. Потом Маша сказала, что родила Аню семимесячной. Что, больше с Ильей не общались? Нет, продолжали встречаться. Я следил, как Аня. Она часто бывала у нас. Но потом, когда моя жена погибла в автокатастрофе, Аня перестала у нас бывать. А появилась она только год назад, когда отец ее из дома выгнал? Нет. Это было позже, весной. Аня приехала, рассказала о своем замужестве и о том, что Илья выгнал их вместе с мужем из дома. И вы стали ей помогать? Да, конечно. Я помогал, давал деньги, хотя Аня отказывалась. А потом узнал, что Аня умерла. К детективу Игоря Лукино обратился его старый знакомый Илья Песков. Три месяца назад утонула его дочь Анна. Отец не верит, что это произошло случайно и просит Лукина найти виновного в смерти дочери. Лукин и его помощники отправляются в город, где жила Анна, чтобы восстановить картину последних дней ее жизни. Скажите, Иван Павлович, Анна знала, что вы ее отец? Нет, нет. Илья был моим другом, я не мог открыть эту тайну. Простите, я могу вас попросить принести мне стакан воды. Пора лекарства принять. Да, конечно, конечно. Возьмите, пожалуйста. Я, наверное, вас утомил. Вы простите меня ради бога, я, пожалуй, пойду. Здравствуйте. Ну что, поговорили с папой? Что-нибудь выяснили? Да так, ничего существенного. Может быть, это правда был несчастный случай, а вы зря теряете время? Возможно, возможно. Но мы обязаны отработать все версии, выяснить все до конца. Ладно, до свидания. Всего доброго. Ну-ка, настрой трансляцию. Посмотрим, о чем отец с сыном говорить будут. Вы думаете, они как-то причастны? Ну, какой мотив? Не знаю. На всякий случай я там камеру поставил. А мотив? Где разговор идет о деньгах, там мотив найдется. Готово. Есть картинка. Пап, мне деньги нужны. И дай сразу нормальную сумму. А еще лучше скажи мне код от сейфа. Тебе, наверное, самому тяжело туда-сюда ходить. Если я тебе код от сейфа скажу, у меня через неделю на лекарства не останется. Ой, Степа, Степа. Смотрю я на тебя. Не будет из тебя толку. А ты же в этом месяце уже получал свою долю. Ну и что? Тебе что, жалко? Или ты хочешь все с собой унести? Не жалко мне. Мне обидно. У тебя такие перспективы, а ты... Да. А сынок-то с отцом не церемонится. Вот что, Катя. Давай к себе в машину и дождись, когда Степан выйдет. А пока будешь ждать, посмотри, что у него есть в базах. А мы с Ромой ненадолго отъедем. А куда поедем? На Площадь Победы. Ресторан у Эдика. Анна там работала. Возможно, остались знакомы. Надо бы с ним поговорить. Но зато посмотрим, что там за подпольное казино. Послушай, а у вас тут девчонка работала официанткой. Ну, такая, знаешь, фигуристая. Аня ее звали. Что-то я ее сейчас тут не вижу. А можно у вас тут весело деньжат спустить? Ну, поиграть в смысле. Я всегда знала, что вы ясновидящие. Ну, чтобы так. Откуда вы знали, что Степан сюда направится? Кстати, месяц назад он попал в милицию. За то, что с кем-то подрался именно в этом ресторане. Ну, теперь понятно, на что Степа тратит папины денежки. Черт, там же Рома, а. Ну, ладно, будем надеяться, что Степан его лица не разглядел. Да, точно, этот перец был с детективом. Я его из окна рассмотрел, он у машины ждал. Ты что тут вынюхиваешь? Ну, что, человек отдохнуть не может? На той стороне! Ты дурака-то выключи. Да, Степа. Опять мы из-за тебя страдаем. Ты несколько должен. На паровоз хватит. А теперь еще и эти проблемы. Так что давай, Степа, думай, как ты мне сегодня будешь деньги отдавать. Ждать я больше не намерен. А с этим что делать? Если его отпустить, то он ментов за собой приведет. Заведение закроют. А не отпустить, нас закроют. Так и так хреново. Вот видишь, Степа, времени у нас совсем нет. Я же не виноват, что старик подыхать не собирается. Слушай, ты что просил, я все сделал. Девку я убрал. А ты мне все обещаниями кормишь. Нехорошо это, Степа. Да вот еще хвоста за собой привел. Так, ну что ты, Рома, долго нет, а? Ладно, пойду посмотрю, где он. Это на всякий случай. Оставайся в машине, и что бы ни случилось. Здесь, как обстановки. Заходи. Привет, Дефектив. Забыл тут чего? Ну, сам виноват. Не будешь лезть, куда тебя не просят. Вот теперь нам точно надо отсюда валить. Все, поехали, Степа, Папашина за крома. Давай, выводи. Зачем нам такая обуза? А ты что, хочешь его прямо здесь завалить? А полы здесь тоже сам будешь мыть? Нет, я крови не люблю. Давай, выводи. А с этим что делать? С этим? Да, потом разберемся. Поехали. Следуя указаниям Лукина, его помощница не стала обнаруживать себя. Но как только машина детектива уехала от ресторана, стревоженная Катя бросилась на поиски Романа. Рома? Рома? Игорь Петрович увезли на машине, но на нем маячок и прослушка. Мне Степа ваш должен кругленькую сумму. А обстоятельства сложились так, что времени у меня очень мало. Так что давай, папаша, выгребай все из сейфа, и мы уйдем по-тихому. Не давайте ничего, Иван Павлович! Они так просто не уйдут! Значит, Степа, не дождался ты моей смерти. Решил поторопить события. Знаю я, зачем ты кот от сейфа хотел узнать. Завещание хочешь уничтожить? Ничего не выйдет, сынок! Это мы еще посмотрим. А ты что думал? Я отдам все в руки выжившему из ума папаши, который хочет все состояние отдать в фонд помощи сиротам? Я все слышал, как ты Анне душу изливал. Нет, Анечка, нет. От Степы я ничего хорошего не жду. Раз уж он начал играть, теперь не остановится, это хуже наркотика. Ты дочь моего старого приятеля. Я решил завещать все тебе. Ну, а Степе оставлю 10% от дохода. Хватит с него. Да что вы, Иван Павлович, мне ничего не надо. Да я не умею с деньгами обращаться. Ты не спорь. Если ты откажешься, я все передам в фонд помощи сиротам. Так что я все знаю, папа. Это все, конечно, интересно. Но меня интересуют мои деньги. Если ты, папаша, поторопишься, я буду тебе очень благодарен. Черт, ничего не слышно. Наверное, микрофон отклеился, когда они шефом машину тащили. Зачем тебе сигнал с микрофона, когда шеф там камеру поставил? Где? В доме у Скокова. Звони в милицию. Ну, ты чего меня, не понял? Да отдайте вы им все. Они все равно уже меня отпустят. Слышал? Он знает, что говорит. Только напоследок хотелось бы узнать. Я же не просто так в этот город приехал. Кто Анне помог утонуть? Как помог? Значит, это не несчастный случай? Не знаю, как я ее уволил, больше я ее не видел. Ага, попросить уволить ее Степан, да? Степан? Да, я попросил. Но ее всю жизнь кто-то командовал. Ты постоянно мне говорил, чего делать, чего не делать. Степа, ты уже получил свои деньги в этом месяце? Жди октября. Я тебя ненавижу. Да молчи, Степан. Нет уж. Теперь я не буду молчать. Я все расскажу. Да, это я пригласил Аньку на пикник, на речку. Мы выпили, покурили чуть-чуть травки. И я предложил ей освежиться. А она очень любила плавать. А я, если помнишь, тоже в детстве ходил в бассейн. Молчи, Степа. Если бы ты видел, как она барахталась, когда я ее держал за волосы под водой. Мерзавец. Ты убил свою сестру! Ему помочь надо. Воды и лекарства. Ну что, милицию будем ждать? Боюсь, не получится. Ты жди милицию, оставайся здесь. Там опасно. Готов. Ну а что? Все удачно складывается. Степа стрелял в детектива. Папаша завалил сыночка и сам загнулся. Красота. Ну и все. Кончай с ним. А пистолет уложи Степе в руку. Тихо, тихо, тихо. Да, я уже начал нервничать. Вовремя вы. Катя проявила чудеса героизма. Не побоялась сунуться в логового врага. Ну а дальше, как говорится, дело техники. Я же знал, куда они вас повезли. Говорил я тебе, качать их надо. Все ты. Не надо крови. Не надо крови. Молчи, кретин. А вы ничего не докажете. Мы же ничего не делали. Папаша сам завалил сыночка. И зажимрился. Так что мы тут ни при чем. Ошибаетесь. Все записано. Ну что, Рома, самое время милицию вызвать. Обижаете, Игорь Петрович? Эдуард Казаков и его сообщник находятся под следствием. Все имущество Ивана Скокова передано в фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Редактор субтитров А.Семкин